С начала пандемии в России зарегистрировано более 130 тысяч летальных случаев от коронавируса. Среди жертв COVID-19 – медицинские работники. Они порой совершают невозможное и помогают выздоравливать пациентам даже с самым тяжелым течением болезни. Но их самих в некоторых случаях спасти невозможно. Так произошло с врачом-терапевтом Люберецкой областной больницы Ниной Сенаторовой. Наш корреспондент встретилась с ее семьей и коллегами. Она всю жизнь стояла на страже здоровья людей, но свое собственное уберечь не смогла. Нина Петровна всегда ставила работу на первое место. Родные вспоминают, даже приходя домой, она не могла не думать о своих пациентах. Она ходила по участкам. Раньше были участки. Снег, дождь, мороз, жара. Это никого не волновало. Я приходил всегда поздно с работы, в 9, в 8. Сережа, а я вот у этой больной была, ее надо было бы, скорее всего, отправить в больницу. Пойдем. Я говорю, Нина, пойдем. И вот мы шли с лякоти, с мокрыми ногами. Вот такой она была врач. И остался до конца. Весь профессиональный путь длиною 50 лет. Нина Сенаторова прошла в Люберцах. За это время только один раз поменяла место работы. Перешла с третьей поликлиники на Вугах в центральную, рядом с Вечным огнем. Для коллег ее уход – большое потрясение и большая утрата. Порядочная, готовая всегда прийти на помощь к пациентам, готовая обучать новых молодых сотрудников, которые к нам поступали на работу. Делилась своими знаниями. Когда я сама только устроилась на работу, мы, естественно, обращалась к ней за помощью. Свой врачебный долг Нина Сенаторова исполняла до конца, пока сама не оказалась на больничной койке в начале марта этого года. Она поехала в больницу, она себя очень плохо чувствовала, прям падала. Ну вот и все. И девятого ее взяли в реанимацию. Двадцать третьего она умерла. Эпикрис недвусмысленно говорит от ковида. Мама за свою жизнь столько эпидемий перенесла, столько вообще гриппа. И думали, что и это переживем, что вот она сильная. Но ковид оказался очень коварный. Жизнь она очень любила. И она так радовалась этому приходящему году. 50 лет осенью было бы стаж. Это огромная дата. Мне 50 лет юбилей должен был быть. И она говорит, такое маленькое событие, не такая круглая дата уже. Ну и мне 75. Ну вот. Не сложилось. Не получилось. Маленький, как говорила Нина Петровна, юбилей состоялся бы 4 ноября.